Привет вам всем из Сибири, из Иркутска. Я даже не знаю, Сибирь это или Забайкалье, наверное. Галя, привет. Привет. Я знаю, что часть наших прекрасных коллег будет отсутствовать, но поделитесь мне, как у вас дела. Что происходит? У нас в целом должны быть запущены изменения. Сейчас какие-то промежуточные результаты все равно должны быть. Тайя, как дела? Расскажите. Я таки открыла свой центр. Сейчас занимаюсь его продвижением. Жду клиентов в очереди. Пока нет. Поздравляю, поздравляю, поздравляю. Поздравляю. Саша, как у тебя дела? В то время, пока у нас ничего не было, я начал заниматься построением плана, карьеры. Я изучил информацию в интернете, как сделать это. Составил персональный план и конкретно свои профессиональные деятельности. Однако пока у меня сейчас нет много времени на его выполнение, потому что сейчас сессия, экзамены в УЗИ. Вот сейчас все равно занят этим. Какое творчество? Творчество? Ну, я начал немного менять подход к этому и понял сейчас, что я хочу добиться. И начал тоже строить, уже даже составил план, какие этапы я должен пройти, чтобы добиться чего я хочу. Что хочешь, скажи. Сейчас я хочу научиться больше стилизовать свои рисунки, чтобы мне больше интересно выражать какие-то эмоции, создавать какие-то сюжеты, а не делать красивые работы чисто технически. Вот. Я хочу углубиться в это больше. Ты хочешь показать жизнь персонажей? Да, жизнь персонажей, возможно, какой-то сюжет, историю. И чтобы это не занимало слишком много времени. Потому что, например, нарисовать реалистичный портрет – это классное умение, но меня это не так интересует. Мне больше интересна вот эта сфера, часть творчества. Спасибо тебе, спасибо. Татьяна, на секунду к вам вернусь. А какой будет основной продукт? Что продаете? Ну, смотрите, мы открыли центр для детей и для взрослых. То есть мы не ограничиваем по возрасту от трех и до бесконечности. Есть у нас группа дневного пребывания детей. То есть это для дошкольников, продленков. Есть клуб любителей настольных игр. Вот сзади меня, даже если видите. Да, да, видите. У нас есть такой большой стол. Что, красивый. Дальше идут творческие направления. То есть можно и детям, и взрослым приходить заниматься вязанием, шитьем, выжиганием, то есть по дереву, висероплетением. То есть на любые как бы инициативы, там работа с эпоксидной смолой и так далее, мы готовы откликаться. Ой, прекрасно. Вот как-то так. Прекрасно, прекрасно. Галина, как у вас дела? У меня все хорошо. Ноябрь был вообще просто шикарный. То есть объемы продаж увеличились в три раза. Почти мы дошли уже до того, что было до того, до этого всего. Вот. Я очень рада. И еще интересная мысль такая у меня посетила, что, развивая Mary Kay, у меня развиваются и другие сферы, да. То есть у меня заказы пошли по дизайну человека, по психологии. То есть вот просто вот я туда вообще внимания не обращала, а оно все пошло. Потому что вот изобилие, оно всегда такое общее. Вот. Ну, и еще пошла порисовать на курс. С Сашей пообщалась. Тоже попробовала себя в карандаше. Мне очень это понравилось. То есть прямо тащилась. Первый раз рисовала портреты, и они получились. Я вообще удивляюсь, что такое бывает. Я бы хотела увидеть. Я тебе покажу. Скажешь мне честно. Портреты, это, конечно, на самом деле очень сложно. Да. Да. Классно, классно, супер. Настя, вы с нами? Удобно будет включить микрофон или камеру? Камеру не могу, я просто на работе. Как дела? Нормально. Осталось восемь дней до того, как я закончу работать в Ситебанке. Вот. Постепенно ищу работу. И пока в раздумьях, в каком направлении пойти. Вот. Есть возможность передохнуть, посмотреть по сторонам? Да. Да, есть. Есть возможность отдохнуть как раз, потому что будет нормальная выплата. И есть возможность переосмыслить. То есть не бежать сразу, искать работу, а подумать, куда хочу. Ну, классно. Настя, иди ко мне, я тебя беру. Мэри Кэй, да, почему бы и нет? Это же никак не мешает основной работе. А в какой-то фикс можно получить, да? Да, 300-400 тысяч в месяц, я думаю, что это можно сделать основной работой. Но это все зависит только от нас, от нашего внутреннего ощущения. Так, ну, прекрасно. Смотрите, что происходило. За это время, я тут не знаю, сколько километров полетел, тысяч. Вернусь, наверное, с Москвы уже, наверное, уже после 18 декабря. Поэтому в следующей неделе у нас с вами, наверное, это я посмотрю, какой будет день недели. Посмотрим, что у нас там, наверное, буду вести там или из Владивостока, или из Хабаровска. Вот. Так что все у нас хорошо. Я сегодня для вас приготовил, на мой взгляд, такую неочевидную, на мой взгляд, важное понимание, помогалку, про то, как мы работаем с целями. Ребятам будет интересно всем посмотреть потом, когда мы это сделаем. А сейчас тогда короткая презентация для вас. И мы посмотрим как раз о том, видно ли экран. Да. Персики красивые, да? Отлично. Да, ну что ж, мы все с вами идем в представление о том, что мы что-то хотим. И мы формируем вот это представление через желание, через действия. Кто-то открывает центры, меняет там карьерные стратегии и так далее, там фокусируется на каких-то своих задачах. Но вот представьте, что ваше желание – это вот этот спелый, сочный, фантастический персик, который лежит наряду с другими. И первый вопрос, который я бы хотел, чтобы вы для себя сформулировали – а действительно ли это то, что я хочу? И самым простым проверочным инструментом этого вопроса будет ответ очень простой. А как я себе могу доказать, что это то, что я хочу? Почему я предпочитаю именно эту цель какой-либо другой? Что мне поможет поверить и узнать, что это да, это то, что я хочу? После того, как мы ответили на этот вопрос, дальше возникает автоматически некая наша внутренняя решимость и решение, что если я определил, что это та цель, которую я именно хочу, то следующим шагом определяется решение – я хочу ее достигать. И это не надо придумывать. Вот вы даже не представляете, как это работает, удивительная вещь. Как только вы определили, что этот персик мой, что делать дальше, появляется мгновенно в голове. Как будто вспыхивает какое-то озарение, появляется понятие, что нужно делать. В эту секунду, вот как будто вся вселенная, вся реальность сплелась в некий узел, который вам говорит, что это именно то место, та ситуация и то время, когда если ты принял, что это решение твое, что это цель твоя, то то решение поможет тебе его достигать. Вот это переплетение в узел всех событий, времени, обстоятельств, всяких знаков, всего остального в мире, и что подсказывает вам, что это все, вот я нахожусь в точке переплетения, в точке узла. Дальше я не могу так, как я сейчас нахожусь, вперед я не могу идти, потому что это только вот сейчас я понял, и бросить не могу, потому что напряжение в узле очень высокое. Ведь на самом деле мы принимаем сотни, тысячи решений ежедневно, и вот то решение касательно вашей цели, оно совсем другое. Это не то решение попить кофе там, или почистить зубы утром, или там сходить куда-то в кино. Это решение, которое кардинальным образом влияет на вашу жизнь. Решения базовые, они нас не волнуют, мы их не замечаем, мы делаем их на автомате, но решение, которое вы приняете касательно своей цели, оно засветится, оно, знаете, как бы там, ну, начнет в вашем сознании достаточно сильно пульсировать. Какие же могут быть составляющие? Что нам может понять, что именно это то решение, и мы в нем не ошиблись? Каким образом вот это то решение станет именно тем самым? Первое составляющее решения, оно вызывает внутреннее напряжение. Вы чувствуете, что у вас энергия начинает прирастать. Думая о необходимости принятия решения, иногда, когда мы хотим что-то сделать, вещь, которая нам не очень приятная, или то, что мы давно откладываем, мы теряем энергию. А здесь наоборот. Как только это решение появляется, я чувствую прирост энергии. И этот прирост энергии осуществляется в настроении, в создании, в эмоциональном подходе, во всех остальных проявлениях, которые говорят вам о том, что именно это решение мне начинает накачивать энергию. Мы начинаем понимать, что принятое мной решение, оно не так однозначно, оно не простое. И оно несет в себе определенный риск. Риск такой, что мое предыдущее состояние уже никогда не будет прежним. Риск перехода на новый уровень. И этот риск проявляется в форме некого страха от того, что ты вот из текущей позиции привычной тебе шагаешь в некое новое будущее. Но у тебя есть энергия, у тебя есть четкое понимание, что это именно то, что ты хочешь. Безусловно, это решение наполняет вас эмоциями. Они яркие, радостные, они могут быть тревожные, они могут быть отрицательные, но вы чувствуете, что ваш эмоциональный фон в момент принятия решения начинает резко подниматься. Вы становитесь более чувствительным, эмоциональными. Вы рассказываете, чувствуете, переживаете, и все сфокусировано, как этот узел в рамках этого решения. Следующим критерием этого решения становится понимание действия. То есть для того, чтобы эту цель осуществить, необходимо осуществить набор последовательных или параллельных действий, без которых вы уже не можете представить себе текущее свое состояние. Итак, основные три направления, вот три критерия, которые может вам помочь понять, что это именно то решение. Напряжение, определенная зона риска, эмоциональность и действие. Желание действовать становится для вас доминантным. Вы не можете не действовать, вас прямо распирает. Как Татьяна, например, она хотела открыть центр и открыла. То есть получается, что у нее это желание действовать, оно настолько сильно было, что оно сподвигло на все следующие поступки. Как же можно узнать это решение? Вот три признака у нас есть. Что нам еще поможет узнать, что это именно то решение? Первое, как я уже говорил, страх – это сделать первый шаг. То есть оно вроде настолько интересно, настолько привлекательно, но настолько я не могу вот оторваться от текущих. У меня такое ощущение, что клеями подошву приклеили вот в текущей ситуации. Мне так хорошо, мне так комфортно, так безопасно, так тепло здесь. Даже если холодно и опасно, но я привык к этой ситуации. И вот этот страх делать первый шаг является для меня первым критерием того, что я на правильном пути. Я чувствую, что если я что-то не делаю в отношении своего решения, то я получаю бесконечный дискомфорт. То есть мне просто необходимо что-то делать. И это позволяет мне понять, что это да, это то решение, которое действительно мне необходимо. В этот момент, когда вы чувствуете, что это ваше решение, вы начинаете фокусировать свое внимание на результатах потенциального внедрения этого решения. То есть вы видите, что может с вами произойти. Вы чувствуете, куда вы идете. Вы настраиваетесь на некий фокус понимания того, что вас ждет впереди. И здесь нужно задать себе три главных вопроса, несмотря на то, что это один и тот же вопрос. Готов ли я сделать следующий шаг? Подумать и снова задать себе тот же самый вопрос. Готов ли я сделать следующий шаг? И снова задать себе этот самый вопрос. Готов ли я сделать следующий шаг? И если все три ответа положительные, если вы действительно готовы, то этот шаг необходимо делать. В этот момент у вас проявляется настолько ясная картина, настолько очевидным становится, что вы раньше, как вы могли вообще раньше жить, не замечая этих вещей. Теперь настолько все понятно и конкретно, что ситуация становится абсолютно прозрачной. А что такое ясность? Вы понимаете, что изменение требует времени. Причем большую часть которого уходит не на само действие, а на поиск причин, почему мне не делать. Дальше. Нам необходимо разобраться в своем прошлом, мы это с вами делали. Актуализировать настоящее, мы это с вами делали. И сформулировать будущее, мы это тоже с вами делали. И на основании техник личной эффективности пойти к своему решению. И здесь нужно задать себе следующий вопрос. Если я все знаю, если я чувствую энергию, напряжение, риск, эмоции, но я теперь знаю, что нужно делать, но следующий шаг я не делаю, почему? Почему? Что? Где причина, по которой я не могу делать этот следующий шаг? Если нет, если я его делаю, то почему? Опять же, если я его делаю, то почему? Что мне позволяет двигаться туда вперед? Если да, когда я его сделаю, свой первый шаг? И здесь очень важно вспомнить принцип домино. Большие решения не принимаются большими действиями. Взял и переплыл Атлантику. Это классно. Но сначала нужно переплыть бассейн, потом это сделать 25 раз, потом проплыть тысячу километров, тысячу раз от бассейна проплыть, потом переплыть реку, озеро и все остальное. И здесь важный момент сформировать себе такое достижение этой цели, которое будет напоминать эффект косточек домино, когда одна маленькая косточка при правильном выстроенном порядке может за несколько сотен метров сделать так, что все остальные косточки начнут вращаться и рано или поздно упадут. Поэтому получается, что наша задача создать такой непрерывный пул последовательных действий, позволяющий нам за маленькими движениями, маленькими достижениями получать большие-большие результаты. Косточка домино дает нам импульс. Сочетание маленьких импульсов дает большой импульс. Большой импульс дает нам большое решение, большой цели. Шаг за шагом. Маленькая победа за маленькой победой в соответствии с планом, который вы себе написали первое, второе, третье, четвертое, пятое, декомпозировав эту цель на достижение шаг за шагом. Как раз мы здесь подходим к тому, что какая бы большая цель ни была, какие бы вы техники в визуализировании не использовали, какие бы вы астральные темы не привлекали, но вам нужно приземлить свое решение в обыкновенный простой план, последовательность выполнения которых, как косточки домино, позволит вам точно прийти к достижению той самой цели. Каждый из нас много-много раз был в примерочной магазинах. Я же предлагаю вам попробовать и создать свою собственную примерочную для своей цели. Для этого нужно использовать очень простую технику. Вы, находясь в состоянии абсолютного комфорта, представляете, что вы достигли уже эту цель. Вот как будто вы зашли в примерочную, надели то прекрасное платье, которое висело в магазине и посмотрели на себя со стороны. Как вы начинаете себя чувствовать? Что вы делаете? Какую энергию вам дает этот наряд? Так и желания, мечты. Вот вы это получили, вот вы это осуществили. Что теперь? Очень важно прожить эти моменты. И если не приходится и не с целью, нужно подумать, а так ли хорошо вы продумали результаты? Настолько ли вдохновляющие идеи? Настолько ли легко достижимы эти цели? Поэтому задание на сегодня будет прожить свою цель в примерочной. И описать свои потенциальные ощущения и переживания от того, что цель будет достигнута. Очень важно в достижении цели иметь группу поддержки. И она у нас есть. Это наша прекрасная группа, Ленинградский форум, где вы друг над другом уже знакомы. Вы активны, открыты. Вы поддерживаете друг друга. Вы даете возможность каждому развиваться, потому что вы проявляете к нему свое внимание. Очень важно, когда ты точно принял решение, когда ты создал свой план, и когда ты поговорил об этом в группе, важно сохранить стойкость. Это значит быть устойчивым к изменениям внешней среды, потому что любое желание, которое мы хотим внедрить новое, оно всегда сталкивается с тем, что я не готов или мозг не хочет. Это, помните, триединная модель мозга. Или еще что-то. Или обстоятельства внешние. В общем, в целом наш организм стремится к отсутствию каких-либо изменений. Вот именно поэтому нам важно проявлять стойкость. Да, бывают неудачи. Но всегда лучше сказать, я попробовал, и у меня не получилось, если так, что я так и не попробовал это сделать. Кстати, когда ты говоришь, я не попробовал, это является одним из топ-10 самых распространенных сожалений человека перед своей кончиной, перед смертью. Ну что ж, остается только подумать и еще применить следующее упражнение под названием рефрейминг. Когда вы берете и текущую ситуацию, когда вам тяжело, когда вы не знаете, что поступить. Галина очень хорошо может вам как-нибудь рассказать, каким образом рефрейминг применять. Надо либо увеличить результат, либо уменьшить сами препятствия в голове, приводя различные способы изменений. Погуглите. Очень много информации на эту тему. Это дает вам возможность совсем по-другому увидеть вашу цель. Ну и самое главное, что если даже у нас не получилось, если даже мы не смогли продвинуться вперед в этот раз, это значит, что мы просто чему-то научились новому для того, чтобы двигаться к достижению цели в следующий раз. Потому что косвенным результатом и одним из самых лучших результатов вашего цели, полагания, цели достижения является саморазвитие. Как вы знаете, саморазвитие идет нелинейно, идет по спирали. Мы что-то делаем, совершаем ошибки, снова что-то делаем, снова, снова, снова и снова. Таким образом мы переходим с одного уровня на другой. И опасность, которая нам с вами предстоит, опасность, которая самое главное вас подстерегает, это просто не делать. Поэтому в завершении этого маленького сегодня урока, собственно, как обычно, мне хочется сказать, что если вы чувствуете, что надо делать, то самая главная опасность вас поджидающая – это желание или мысль этого не делать и от этого отказаться. Ну что, моя на сегодня все. Кто-нибудь хочет какие-то идеи поделиться с тем, что он услышал, какие-то мысли, инсайты? Саша, Галина, Татьяна, Настя? Ну, прям как медитация, Роман, я прям прослушала, думаю, да, здорово. Путь уже пройден, это точно, благодаря вам. Очень интересный, очень такой необычный. Спасибо. Спасибо, Саша. По поводу вот этих, как понять, что решение правильное. Я четко по этому плану не действовал, но я внутренне чувствовал, что нужно мыслить именно так. И вот эти все пункты, я все их как бы на себе прочувствовал. И действительно хочется действовать. И как было дальше сказано о том, что вот этот страх первого шага, страх неизвестности и тому подобное, и я просто очень часто вместо того, чтобы делать, очень много трачу времени на подготовку. А сейчас я больше уже на том этапе, что мне уже надоело этим заниматься. Но я знаю, что нужно кое-что сделать, но очень хочется уже действовать. Но просто бездумно действовать и совершать ошибки тоже не хочется. И я пока на этом этапе, можно сказать. Хочется или не хочется? Очень хочется что-то действовать. Отлично. Отлично, отлично. Татьяна. Ну, я могу сказать, что да, на пути возникают иногда мысли, что, а может быть, не надо было, да, когда возникают какие-то трудности, там еще что-то. Но потом эту мысль от себя гонишь и думаешь, нет, все верно, все, находишь новые силы и снова идешь решать какие-то вопросы. Итак, мои дорогие, с вас домашнее задание примерочное, обсудим на следующей нашей встрече. Пока. Спасибо. Спасибо. Спасибо, да, до свидания. До встречи.